всем большой привет сегодняшнем видео мы с вами поговорим о трендах зимы 2017 2018 о том как их можно применять в реальной жизни у меня уже было подобное видео о носибельных трендах на осень в котором я освещала тенденции которые я выделила лично для себя и показывала вам варианты нарядов которые сочетают в себе эти тенденции многие восприняли такой формат видео на ура и просили каждый сезон снимать что-то подобное что собственно сейчас и делаю сразу говорю что что-то возможно повторится из прошлого видео поскольку тенденции выделяются именно на осень тире зиму но в этом видео разумеется наряды будут более утепленные чем в прошлом кстати если вы живете в более теплым климате то очень советую посмотреть то самое видео о носибельных трендах на осень она будет для вас все еще актуально но я предлагаю уже начать итак первый мой наряд включает в себя сразу несколько трендов а именно сапоги ботфорты которые не сдают свои позиции уже несколько сезонов в моем случае это классические черные замшевые сапоги ботфорты на очень аккуратно каблучке им кстати уже несколько лет поверх черного пуховика а силуэта я надела ремень тем самым сделав акцент на талии всевозможные акценты на талии также являются трендом зимнего сезона сюда относятся брюки и юбки на завышенной талии пояса поверх одежды как моем случае и кстати особенно актуально повязывать поверх верхней одежды не пояса которые идут в комплекте с этой одеждой а обычные ремни или может быть пояса от другой верхней одежды которые будут гармонично смотреться в сочетании следующий модный элемент в этом наряде это безусловно фуражка фуражки различные кепи являются на данный момент одними из самых актуальных головных уборов у меня фуражка достаточно тоненькая и на мороз она конечно же не подает но я думаю что без труда можно найти себе утепленную фуражку или какую-то другую кепи на зиму и в целом не считая платья которое спрятано под пуховиком у нас получается total black образ который также является одним из трендов нынешнего сезона следующий мой наряд состоит во первых из очень актуального пуховика тире одеяла которые начали активно носить еще в прошлом году и в этом году также у многих дизайнеров на показах были представлены различные вариации таких пуховиков тире одеял мой пуховик совсем новенький это фирма пух мех наша российская марка он на утеплитель термофайбер плюс у него непродуваемые непромокаемая ткань и он рассчитан на температуру минус 30 градусов что немаловажно потому что я живу в сибири и у нас уже на днях опускалась температура до минус 16 в минус 30 мне его еще не удалось протестировать если честно я надеюсь что это удастся не скоро но в минус 16 с учетом того что я много передвигалась не в этом пуховике было даже жарко я давно себе хотела белый пуховик потому что мне кажется что белая верхняя одежда особенно классно смотрится именно зимой я буду как такой снеговичок в этом одеялке но если вы приобретаете себе единственный пуховик для так скажем основной носки на каждый день на зиму я бы советовала конечно а присмотреть себе более такой практичный не марки цвет хотя именно этот пуховик на термофайбере как я уже сказала этот материал не деформируется поэтому его можно достаточно часто стирать следующий очень броский элемент в данном наряде это несомненно шарф хотя мне даже если честно язык не поворачивается его так назвать мне кажется что это практически полноценная одежда этот гигантский шарф у меня из zara и это просто моя любовь хотя я понимаю что оценит его далеко не каждый это очень крутой вариант как можно разнообразить ваш зимний наряд если вас к примеру одно пальто или один пуховик или одно шубу на всю зиму и за пять месяцев нашей российской зимы конечно же хочется разнообразие этот шарф он не выглядит как шарф он создает эффект такой сложной верхней одежды плюс дополнительно утепляющий слой его можно носить еще и в помещении как что-то вроде кардигана повязав поверх ремень мне очень нравится здесь элемент из искусственного меха мех очень шелковистый на ощупь и конечно же этот льняной кармашек с надписью может это конечно не лен но что-то похожее на него это однозначно изюминка этого шарфа кстати еще одним трендом этого сезона является различные логотипы и слоганы на одежде продолжая разбирать этот наряд здесь у меня также присутствуют черные штаны под кожу и кожа была также в очень большом количестве представлен на различных показах и в частности образы с головы до ног кожаные второй вариант этого наряда здесь и заменила кожаные брюки на голубые мам джинс тем самым сделав образ более ярким более спортивным и добавил объемную шапку из ангоры очень тоненькой вязки но во много слоев идем дальше и следующий мой наряд тоже достаточно спортивный здесь снова присутствует пуховик одеяло но уже в сером цвете он на синтепоне гораздо менее теплый чем предыдущий но температуру до минус 15 подойдет отлично также здесь у меня шапка с логотипом как я уже сказала логотипы различные слоганы на одежде очень актуально сейчас да и последние несколько сезонов как мне кажется и изюминкой этого образа является худи а точнее торчащий от него капюшона худи уже актуально не первый сезон и вообще мне кажется замечательно что они перекочевали из спортивной одежды в наш повседневный гардероб потому что это тепло удобно и стильно и вот вам пожалуйста еще один способ разнообразить свой зимний наряд вы можете взять разных худи которые будут сочетаться с вашим пуховиком и просто выправлять наружу капюшон следующий мой наряд рассчитан на температуру где-то до минус 10 минус 15 градусов он выполнен в серо черных оттенках нейтральный серый является одним из модных цветов этого сезона по версии pantone и в данном случае решила поиграть с различными оттенками серого за счет чего образ не смотрится скучно хотя он казалось бы в таких скажем скучных цветах а здесь у меня утепленное пальто под низ я надела серый шерстяной кардиган чтобы его край выглядывал немного из-под пальто создавая тем самым очень модный эффект многослойности и поверх дополнительным слоем у меня идет серый шаров опять же с логотипом следующий наряд у меня тоже на достаточно теплую зиму и он включает себя следующие тренды во первых это куртка оверсайз одежда оверсайз остается очень актуальной овчина в данном случае искусственная также цвет этой куртки один из модных по версии pantone масляный бежевый фуражка и очень высокие ботфорты на шнуровке шнуровка на обуви просто невероятно популярна и последний наряд на сегодня здесь снова мой любимый шарф поверх которого я надела ремень черный пуховик здесь совсем не узнать как видите и я добавила бежевый берет береты как и кепи и фуражки очень модный головной убор в этом сезоне ну что ж на этом у меня все я очень надеюсь что видео вам понравилось что выделили для себя что-то полезное большое спасибо за просмотр и до встречи новых видео